Встреча с Турцией Встреча с Турцией Встреча с Турцией что через некоторое время мы увидим совсем другой формат геополитический, геостратегический. У меня первый вопрос, наверное, к Павлу, потому что то, что произошло, военный путь, там есть чисто техническая сторона вопросов. Просто, Павел, маленько расскажите, что вы видите своими глазами, какая техника, какие части, что представляют из себя турецкие военные силы, как они были до и как они после, как вы видите, вот по имеющейся информации, те хотя бы военных журналов, которые вы просматриваете, и военной информации, которую вы просматриваете. Спасибо. Есть? Или конкретно нужный вопрос какой-то? Ну, давай. Вот что там произошло с чисто военно-технической точки зрения? Ну, сколько частей включилось, и сколько против них было подключено? И как сейчас вот в связи с теми действиями, которые производит Эрдоган против вот этой, в том числе, военной элиты, как они повлияют, допустим, на ситуацию в вооруженных силах Турции? Нет. Ну, во-первых, начнем, наверное, с того, что это путь, государственный переворот, так сказать, да, вот, то есть подразумеваются какие-то определенные заговорщики, да, то есть это явно, так сказать, не генералитет весь, так сказать, да, а какие-то отдельные лица, грубо говоря, да, из-за имеющейся на сегодня информации с какой-то определенностью говорить, что вот именно вот эти, так сказать, заговорщики, а эти нет, пока трудно. Информация приходит вся, так сказать, такая разрозненная, вот, но вот на сегодня, 21 число, да, грубо говоря, там, 17 по Москве, по некоторой информации уже около 50 тысяч, так сказать, да, госслужащих находится за решеткой. Да, из них половина где-то военные, половина военные. В основном, естественно, так сказать, да, это, в основном, высший офицерский состав, так сказать, и непосредственные участники, которых вот тут, так сказать, были, участвовали непосредственно вот в этом путче, так сказать, да, кто попался, грубо говоря, да, вот, потому что все это сейчас идет, это, я не хочу сказать, что все закончилось, да, вот сейчас, в это время, так сказать, да, идут аресты, 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 аресты в Турции, вот. Поэтому, что там будет в итоге, когда этот каток остановится, как мы уже знаем, он уже предлагает вести смертную казнь, то есть Эрдоган настроен решительно. Ну это все знают. Да, да. По военной технике, ну что там можно сказать, она как бы в 65-го года, так сказать, в составе НАТО Турция, да, поэтому она абсолютно НАТО стандартизированная, свои вооружения, она начала развивать, так сказать, развивать, имеется в виду активно при Эрдогане, да, потому что до Эрдогана все были только лишь какие-то, так сказать, ну и технологическая база у них была, все-таки, так сказать, Эрдоган, конечно, так сказать, внес. Мы видим вот сейчас, у них начинает появляться и танк свой появился, да, там, и тренирующиеся, самолет вот хотят, так сказать, да, правда они купили корейский все-таки, так сказать, время, их время поджимает, летчикам надо тренировать, так сказать. Так в основном у них американская была будет? Вся техника у них американская, абсолютно. Своего у них вот только-только начали появляться. Вот танк появился, вот этот бронеавтобиль Кобра, какие-то маленькие беспилотники, а в остальном, основная техника вся у них американская. Хорошо, какая техника участвовала? Ну, не американская, прошу прощения, на ТАТО, техника НАТО. Там пулемет у них немецкий, примерно. Хорошо, Павел, ближе к нашей теме, какая техника участвовала в Путче? Ну, тут трудно сказать, да, там и авиационная техника, мы видим, участвовали в Ф-16, да. Ну, это против Путчества. Самый массовый истребительный. Не только? Не только, да. Они же там поделились, они же там поделились. Вот это интересно. Так вот, вот поэтому, вот тут, да, ну, видите, объем информации, да, которая поступает, не дает пока мне возможности говорить, что вот кто-то там участвовал, да. Ясно сейчас, что порядка десяти, так сказать, единиц военно-морского флота, кораблей военно-морского флота Турции, так сказать, да, ушли от причальной стенки неизвестно куда. Да. Где они сейчас находятся, никто не знает. Там как раз новейший фрегат Явуз, так сказать, да, это проект 2000 МЕКО, 2000 евро фрегаты, так сказать, да, новый корабль, как бы, да, ну, вот. Серьезная техника? Ну, в том числе, да, да, да. Турки тоже особо не рассказывают о своих, так сказать, проблемах, кто у них куда ушел, так сказать, да. Мы только можем вот из того, что перечисляются, так сказать, генералы какие-то, да, высшие, так сказать, руководители турецких. Кто-то там перелетел в Грецию, так сказать, да, уже сдаются грекам, греки отказались их отдавать, так сказать, да, вот. Поэтому, поэтому, ну и, да, к тому же еще никогда не забывать, что среднесуточные потери турецкой армии, так сказать, да, в последние дни, последние месяцы в связи вот с этой вот всей, так сказать, сирийской войной, так сказать, да, доходят до 15-20 человек. Вот так. Поэтому, собственно говоря, страна, так сказать, переживает очень тяжелые времена, да. Еще один вопрос, Павел, по ходу. Как думаешь, а вот на взгляд, хоть хотя бы то, что видно, вот те силы, которые были задействованы в этом перевороте, их могло бы быть достаточно для того, чтобы переворот завершить успешно? Ну, традиционно, это у них не первый переворот, так сказать, да, поэтому до этого все у них успешно. Это не серьезная более структура. Ну, конечно, 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 тем более это же их национальная, так сказать, можно сказать, традиция, так сказать, да, военные устраивают перевороты, а военные являются, грубо говоря, таким светским магнитом, да, это американское лобби, там как раз именно американское, то есть то, что не дает Турции превратиться в исламское государство. Поэтому офицеры турецкие, основные все, они заканчивали военные вузы в Америке, либо какие-то, так сказать, НАТО-центрированные, так сказать, учебные заведения. Вот, поэтому это НАТО плоть от плоти, так сказать. Я к чему? Судя по тому, что были такие серьезные вещи закручены, и этот переворот мог окончиться вполне успешно, если бы он был проведен там каким-то другим, более успешным образом. Судя по всему, что он закончился так, что все через определенное время вдруг подняли руки и начали сдаваться, то это был какой-то серьезный, очень резкий провал. Да. Вот о чем можно было говорить. То есть вполне возможно предполагать, что кто-то этими процессами руководил, в том числе давал команду начинать путь, и в том числе произошло что-то, что почему все сдались. Да, ну может быть, так сказать, у путчистов не хватило сил, может быть, так сказать, про-эрдогановские силы, да, как раз, так сказать, оказались... Видите, Эрдоган смог увезти людей на улицу? Эти не смогли. Почему? Так сказать, эта же структура-то военная, путчисты в основном все военные, так сказать, да, военные структуры, они все дублированы, так сказать, да, изначально, потому что предполагается, что выбывания могут каких-то, так сказать, произойти. Почему он так вот, так сказать, закончился-то все? Опять же, я думаю, что мы это узнаем только напротив. Ну, значит, что-то произошло. Я к чему, вот один из египетских аналитиков, не могу про это не сказать, в ресурсе «Комсомольская правда», высказал такое предположение, что вот этот сбитый вертолет, что там находились одни из главных организаторов Путча. Вот такое было предположение. Ну, там не один вертолет сбили, так сказать. Ну, да. И вот в этот момент и произошла вот эта вот дезорганизация основная, провольная. Вот такая была, высказали, могло это произойти, но, наверное, вполне могло произойти. Вполне могло произойти. То есть эта информация такая непроверенная пока, но, в принципе, логичная. Да, а есть также другая информация, что Путчиса, так сказать, перехватили самолет Эрдогана и, так сказать, подошли к нему вплотную и потом ушли в сторону и дали им приземлиться, так сказать. Ну, это тогда действие какой-то внешней стороны. Вот. То, что Эрдоган, наши представители Министерства иностранных дел уже объявили, что они за пять часов до начала Путча предупредили Эрдогана. Ну, да. Да. То есть, видите, то есть... Российская позиция изначально была такова, чтобы идти на стороне Эрдогана, чтобы не дать совершиться там Путчу. Ну, да. Несомненно, нет. Мы четко, так сказать, себя определили, что мы с Эрдоган. Эту логу мы попробуем понять. Да? Дмитрий, вам по этой струе можно что-то добавить? Ну, попробую. Конечно, из того, что есть в округом доступе, мы, как, я всегда говорю, пикейные бронежилеты и диванные стратеги, тоже можем составить определенное мнение, потому что даже те, кто профессионально этим занимается, у них сейчас так же не хватает информации, чтобы сделать какие-то действительно обоснованные выводы. Как мне кажется, не только мне, но это даже, может быть, покажется вам не очень убедительно, но мнение Владимира Ольга Жириновского достаточно весомо в этом вопросе. Многие будут иронически это понимать. На самом деле, один из крупнейших специалистов по Турции, не просто востоковед, тюрколог, который один, наверное, из немногих, из не единичных, кто даже в Турции некоторое время за решеткой провел, так сказать. Он знает изнутри. Даже с этого. Да, был у него модуль. Такой эпизод. Вообще, он офицером был за Кавказского военного округа в разведке, то есть как специалист и переводчик, востоковед. И какой-то был у него эпизод, что он даже в Турции сумел некоторые участки провести. Но, может быть, не это главное. Мне кажется, его мнение весомым то, что провал переворота был связан с тем, что все завязано было, вся схема и все участие огромных масс военных в том, удастся или не удастся физически устранить Эрдогана в начале переворота. Все. Только на этом. Как только это сорвалось, даже цитирует похожий эпизод, исторический заговор, что Венберга, когда Гитлер остался жив в результате покушения, тут же огромная масса заговорщиков становится совершенно... Открещиваются. ...провластными, да, отказываются, сдают друг друга. Так же произошло и в Турции. Почему так, а не иначе? Предыдущие перевороты имели совсем другой характер. И не так давно совершенно другой характер имел переворот в Египте. Когда военные оказались сплочены идти до конца, и их живой щит, как живой щит Эрдогана, который был выведен на улице, он их не остановил, зная, что приказ и ответственность... У Эрдогана был живой щит, который сработал. В Египте тоже вышли женщины и дети с плакатами президента Мурси. Знаете, что с ними сделали? Их военные расстреляли и раздавили танки. То есть об этом не любят у нас говорить. Но это правда, что они знают, что приказ отдан и будет доведен до конца. Военные пошли до конца. В Турции ситуация принципиально другая. Годами готовил эту ситуацию Эрдоган. Спецслужбы были полностью заменены на лояльных ему. Если, допустим, МАТ раньше, это могущественная спецслужба турецкая, на процентов 40-60 из бывших военных состоялось. Сейчас там 4%, которых выкинул сейчас оставшихся из бывших военных. Остальные это лояльные Эрдогану исламисты. Та же самая ситуация в контрразведке, в разведке везде. То есть он сколько успел генералов поменял, сколько успел. Те, кто были сторонниками светского развития, кемалисты, и они были вытеснены. Вот такой даже пример. 97 лет сейчас генералу, который в 80-м году возглавил переворот и стал президентом Турции, он его 2 года назад посадил на пожизненное. То есть он последовательно искоренял вот эту линию. Он даже использовал ту часть общества, которая, значительную часть общества, там может быть 50 на 50, грубо говоря, делится на исламистов и кемалистов. Он использовал желание сторонников светского пути войти в Европу. Он говорит, вы хотите в Европу? Конечно, хотим в Европу, хотим в Россию? Хотите. А у нас Конституция предусматривает роль армии как гаранта. Убрать это, это зачистили Конституцию, а потом фактически людей зачистили. То есть уже у него осталась такая пассивная масса сопротивляющихся вот этот потенциал в вооруженных силах, который ждал только получится, не получится ли. Получилось бы ликвидировать Эрдогана в первые же часы, начался бы дележ портфелей министерских, и было бы признание со стороны США, со стороны их союзников, что новый режим в Турции был бы признан. Но Эрдогана ликвидировать не удалось, удар по отелю в Марморисе пришелся, когда его там уже не было. Высадился десант, было бы столкновение, там и след простыл Эрдогана. То есть на каких-то агентурных, оперативных позициях у него была информация, что путь будет, что он, цель номер один, с него начнется с ликвидации. Он этого не допустил. Соответственно, вся дальнейшая схема поломалась. Почему они пошли? Он и спровоцировал этот путь. В каком плане? Потому что сейчас идут тысячные, да, по количеству субъектов задержания, аресты, отстранения, увольнения, десятки тысяч, да, счет идет на десятки, сотни тысяч. Да, если быть об увольняемых, отстраненных, их сотни тысяч. Там на региональных уровнях меняют администрации, то, что у нас как губернатор, с ними считается, там, прочие мэрии, все это летят в голову. Потому что были готовы списки к этой очистке. Их было легко подтолкнуть, что вот суббота, ну, как сказал Ходжириновский, суббота, все дома, за ними придут прямо домой, так сказать. Участвовал он, не участвовал, в списке ты уже попал. Да, да, списки готовы. И он лихо заклеймил бывшего своего, можно сказать, соратника, фитолаха Гюлена, у которого... Конкретный соратник. Был соратник, но конкурент во борьбе за власть, он авторитет в исламском мире, значительный Гюлен, очень значительный. Но, мы замечали, были онлайн-трансляции происходящие, в мечетях идет мобилизация сторонников Эрдогана. Сторонников Гюлена не было, у него разветвленная сеть учебных заведений, исламских центров, где именно его креатура, они могли бы разворачивать, точно так же своих титушек говорил по-украински. Развернул Эрдоган. Он нет. Значит, по факту он не кривит душой, говорит, что я не участвовал, я не причастен. То есть, все-таки, замысел зрел у тех военных, которые были сторонники светского пути. Не пан-туркизм, не пан-исламизм, а те, кто определился идеей от отека. Этот поворот случился давно, а сейчас он завершается, закладывается руль, штурвал, круто, в сторону все-таки пан-туркизма. Пан-исламизма, идей о возрождении, некое его подобие Османской империи, которое, конечно, исторически невозможно, но некое подобие будоражит умы Эрдогана и его соратников. Вы думаете, что он будет продолжать эту идею? Конечно. Ему сейчас нужно вот это общество загнать под плиту с половину горожан, интеллигенции, которые мечтали о Евросоюзе и своими мечтами помогли ему зачистить Конституцию под ислам. Раньше было такое выражение, многие применяют, что на Ближнем Востоке, на севере Африки можно провести демократические выборы, но один раз. Там победят исламисты и больше их никогда не будет. К этому же идет и Турция, что победят исламисты и больше ничего не надо будет ни выбирать, ни над чем за ним. Это его видение будущего Турции. И под него он рихтует. Поэтому, мне кажется, причина провала Пуча в том, что уже генеральский офицерский корпус зачищен, полное господство в спецслужбах. Вы, если смотрели хотя бы фотографии, не говоря уже о том, что будет трансляция, видеоролики, когда нападают, организованы на военнослужащих, солдат, которые думают, что они вообще на учениях. Там на одного человека с бронежилетом, скрытого ношения, с пистолетом, пулеметом и средствами связи в гражданстве находятся 4-5-6 крепких мужчин, которые набрасываются, разоруживают. Потом были кадры выложены, как отрезают голову для деморализации военных этих солдат. Это были подготовленные люди, которых отмобилизовали в считанные часы, а не вышли на площадь. Вот этот живой щит Эрдогана, так называемый, он сработал. В Египте генералы не были зачищены никем и ничем. И они повернули рычаг в ту сторону, что любой ценой, любой кровью они свергли режим, тоже демократически избранный, Мурси, это братья-мусульмане. Но они его просто свергли. Подобное уже, наверное, было невозможно в Турции, потому что пассивные были недовольные. Даже назначенные недавно руководители высшего звена, они против Эрдогана, они видели, к чему ведет авантюра в Сирии, видели, к чему идет война внутри страны, и фактически идет гражданская война. Действительно, 15-20 человек погибает в день, там вот в любом аэропорту турецком, там почему-то служба протокола занимается, то, что у нас называется груз-200, они отправкой, приемкой погибших. Там идет этот в каждом крупном аэропорту процесс, десятки тел погибших по стране. То есть погибли в боях с курдами, погибли в Сирии. Военных это не могло радовать, потому что ради амбиции Эрдогана погибают военные. И сейчас, конечно, он может отформатировать и государственный аппарат, армию, спецслужбы. Он тоже даже преданных ему, казалось бы, но почему-то ссылает в виде послов в Японию, во Францию руководителей спецслужб, те, которые оказались, может быть, недостаточно лояльны. Сейчас по принципу личной преданности может быть сформирован управленческий аппарат, но он окажется по эффективности, особенно в военном плане, он может деградировать. То есть придется в краткосрочной перспективе Эрдогану амбиции поумерить в плане операций в Сирии, в Ираке, чем он занимается. А я про что и говорю. Ожидается ли переформатирование еще и направлений действий Эрдогана? Потому что вот его сегодняшний разлад с Америкой, конкретный разлад с Америкой, он предполагает, что сейчас и действия по Сирии, возможно, могут измениться? Могут измениться, но может быть и обострение. Почему? Вот пример привел, по-моему, Сатановский, пример войны СССР с Финляндией, зимней войны 1939-1940 года, когда после масштабных чисток, тем не менее, ради достижения, это не просто амбиции, а геополитических преимуществ в преддверии большой войны, мы пошли на войну неготовыми, но мы отодвинули границы в нужном нам режиме, так и Эрдоган, понимая, что за плечами у него армия не подготовлена, обезглавленная, обескровленная армия, у которой, может быть, сейчас потеряны те военачальники, которые годами формировались как командиры. Это уже напоминает наш 1937 год. Но вот 1937 год не помешал начать войну в Финляндии, то есть не помешал, потому что была необходимость. Эрдоган понимает для себя необходимость операции в Сирии и в Ираке, чтобы Курдистан выдавить туда, на какие-то задворки, а самому, может быть, даже пробиться к нефтяным, скажем, фактически к нефтяным ресурсам, на счет каких-то автономий туркоманов, автономий курдов в Ираке и в Сирии. То есть решить проблемы, в том числе и внутренние. У него война идет у себя на территории. Сейчас юго-восток Турции от Алеппы ничем не отличается по разрушениям и пожертвам. О чем и речь? Я можно введу маленькие, это сама, в тему. Значит, если мы вспомним, все-таки были последние такие события. В начале, значит, пошла такая политика от американцев, что они пошли на сближение с курдами. Вот это был какой-то первый шаг, который, естественно, не мог быть незамечен, естественно, в системе Эрдогана. И вызвал определенное отторжение. Потом, значит, примиренческий шаг Эрдогана в сторону России. А потом вдруг этот путь, вот эта цепочка, как бы, имеет место быть. Поддержка американцами курдов, это традиционный подход англосаксов. Во внутреннем конфликте, даже внутреннем, тут еще не просто внутренний, да за пределами Турции продолжается он. Во внутреннем конфликте любого другого игрока, который может стать конкурентом, нужно поддержать более слабую сторону, чтобы ослабить, да, сильно, да. Потому что у Эрдогана есть цель, да, трубопроводы, о которых он договаривается с саудовцами, с Катаром. А у американцев есть цель продавать свой сланцевый газ. И ему благополучие Эрдогана, мягко говоря, в этом плане до фонаря. Будет он выполнять функции, как союзник по НАТО, и слава Богу. А есть у него возможность через Джихан экспортировать нефть, или там сжиженный газ, там, или что-то еще, касаясь энергоресурсов. Да это не только не волнует, но даже если не будет, американцам только на руку. И у них сейчас избыток, и они опять расконсервируют эти вышки, опять сланцевый газ, и сланцевая нефть пошла. Они уже по попутным таким, типа пропанопродуктам, они уже традиционных экспортеров, типа Катара, уделали по объему. Поэтому они поддержали Кудов закономерно, это в их интересах. То есть, Эрдоган это понимает, и понимает, что деться ему некуда. Это кратковременная фронта по блокированию базы Инжерлик, да? Это кратковременная почему? Он, рассорившись с Израилем, направление военно-технического сотрудничества угробил для себя по Израилю. Сейчас пытался срочно помириться, но срочно это не делается. Помириться, обменявшись рукопожатиями, подписав к ним протоколы, это одно. А реальное сотрудничество в плане создания современных вооружений, это другое. Если им реально рассориться с американцами, у них что останется? Свой первый турецкий танк, маленький беспилотник и так далее. Поэтому ему деваться некуда, ему придется лавировать, балансировать. Но внутри страны, конечно, он своей цели добьется. То есть, гайки закрутить, у него сейчас есть возможность. Хотя, потенциал протеста не исчерпан. Люди, те, которые оказались за стенках, а те, кто не оказался, они ждут, когда за ними придут. И может быть разное развитие событий. Единственное, что, как и в начале Пуча, перехвата системы управления уже на силу не случилось. Потому что ее не надо было перехватывать. Те, кто сидел, как говорится, на узлах связи, в пунктах управления, они понимали, что если Эрдоган ликвидирован, все заработал в режиме. А так, чтобы кто-то... Как происходят события, допустим, на Украине? Сидит в Феодосии, в Крыму часть морской пехоты, допустим, условно говоря, украинской, получают сигналы оперативно-дежурные. Он раскрывает пакеты единиц. А кто эти сигналы из Киева послал? Разницы нет. Так вот, Пучисты не получили возможность посылать свои сигналы. Потому что те, кто управляет реально, они ждали результата. Жив? Нет. Жив Эрдоган. Все, я лояльный Эрдогану человек. То есть вот этого потенциала не было. Он еще и подспудно есть, потому что, как бы начиная сверху вниз, эта зачистка, она может к каким-то еще дестабилизирующим ситуациям привести. То есть гарантировать, что все там сложится хорошо, мы не можем. В самом худшем для Эрдогана случае вариантом может быть вообще фрагментация страны на регионы. В самом худшем, крайнем, до которого никому не желательно доходить. Никому. Ни он не хочет, ни мы, ни американцы. Это никому не надо, по сути. Потому что американцам нужен сильный, стабильный союзник в НАТО. Вот тут я не совсем соглашусь с вами. А более мощного нет. На этом фланге нет более мощного. Ну не Украина же, они пытались из Украины сделать антироссийскую пулю. Но пуля не из любого материала получается. А вот турки хороший материал для пули, скажем так, для изготовления боеприпасов. Да, но я-то тут исхожу из концепции управляемого хаоса, глобального управляемого хаоса. Вот в чем дело. Поэтому, может быть, сейчас, когда они начинали эту доктрину, в конце прошлого века, американцы, концепцию реализовывать, реализовывать. У них дела бы стали лучше, и они, может быть, и не пошли бы на фрагментацию Турции. Но сегодня у них у самих ситуация такая, что, может быть, они пойдут на то, что и развалят Турцию. И это на какое-то время всегда распад страны, любой, он всегда дает возможность на какое-то время вот какие-то актуальные противоречия уменьшить. Потому что идет переваривание территории, так сказать, да, сами понимаете, ну, к ушам надо распорядиться, так сказать, успеть, да, да, да. Вот, поэтому на какое-то время, может быть, это немножко даже и мировую, потому что все будут, так сказать, озабочены турецким вот этим вот Brexit, так сказать, да. Делить наследство, как испанское, курды, да, они с американцами дружат еще с 2001 года, так сказать, да, с 2003, когда они, когда американцы, когда американцы захватывали Ирак, так сказать, да, была оккупация Ирака, да. Север Ирака, курды нефтянули. Ну, Масу, Киркук, так сказать, да, курды им на блюдечки вынесли. Американцы не потеряли там ни одного солдата, ну, образно, так сказать, да, то есть потери там были просто несущественны по сравнению с другими, там, допустим, да, там, Альфа-Луджик, примерно, да, они до сих пор, так сказать, боятся, это слово такое должно быть, потому что... Это Сталинград, да, да, да. Это три раза брали штурм, и огромные потери. Да, это вот как раз, так сказать, да, с кем не смогли договориться, образом, так сказать, да. Там шииты с ними трудно... Ну, это уже ваша тема, это я туда... Я тогда сейчас, пока вы обдумываете каждый еще что сказать на эту тему, я маленькое отступление сделаю. Мне интересно... все, позиция тоже интересная, мне понравилось. Значит, маленькое отступление, чисто мне интересны идеологические темы, и вот это вот созревание вот такого путчистской фронды, оно, я считаю, как-то связано в Турции все-таки исторически, оно прослеживается, и какая-то такая линейная цепочка все-таки есть. Почему именно в военной среде создавалась в Турции вот такая путчистская фронда? Не в этот раз даже, а постоянно, постоянно, там постоянные военные перевороты. Значит, на какой-то идеологической основе они все-таки базируются. Я просто отойду вот от наших событий немножко, и буквально, может, кому-то это будет интересно, может, кто-то еще что-то раскопает, но вот, из того, что я знал, я что-то недавно раскопал. Значит, я считаю, что в Турции, в Османской империи, в Порте, были очень давние традиции вот такой вот военной ячейки определенной. Ну, естественно, всем известны и янычары. Значит, они выделялись определенной своей структурой, они уходили даже в определенную философско-религиозную структуру, звали их бекташи по такой суфийской тематике. То есть у них был свой военный закрытый орден. И дошло до того, что, не буду, это все есть, исторически каждый может раскопать, но дошло до того, что в середине 19 века они уже обнаглели до того, что практически вышли из-под управления власти. И власть Османской империи вынуждена была их практически уничтожить. Вот это же, да. Да. И янычары, да, они начали влиять, скажем, определенно, на процессы наследования, династические. Военный, закрытый военный суфийский орден. Понимаете? Суфийская вообще тематика, она очень такая широкая, но тут закрытый орден. Понимаете? Они были уничтожены. Я не думаю, что они были уничтожены совсем. И, естественно, в военной среде в Турции вот это что-то продолжалось. Когда Ататюрк пришел к власти, он типа увел страну от влияния религиозного. Он ушел от этого. Он создал новую конституцию, что там как бы вне религиозная будет власть. Вот у меня такое подозрение, что вот эти вот тюркисты, кемалисты их называют в Турции, значит, все-таки какому-то, не может быть в Турции вне религиозной вообще системы. Мне кажется, что какой-то тайный закрытый военный орден, ну это мое предположение, пожалуйста, копайте, он существовал в военной среде всегда. Из вот тех вот традиций. Потом приходит вот этот вот третий момент идеологический. Это философия известного философа турецкого, кстати, курда по происхождению, Саида Нурси. Значит, эта идеология Саида Нурси, она пронизала властные структуры к сегодняшнему дню. Ну, она так шла практически весь 20-й век. И наш уважаемый товарищ Гюлен Фетхуллах, который находится сегодня в Америке и якобы руководит этими процессами, он является одним из наследников, продолжателей дела Нурси. Там Нурсисты, они раскололись на несколько ответвлений, но вот одно из ответвлений, вот это вот возглавил товарищ Гюлен, который имеет какие-то очень широкие связи с ЦРУ, который имеет огромную финансовую, такую глобальную систему, которая имеет возможность создавать различные школы по всему миру. Школы... Хизмет-система. Да, система Хизмет. Сетевая структура. Сетевая структура Хизмет. В том числе в эту же сетевую структуру Хизмет входила вот эта вот организация Нурджулар, которая распространялась по территории России, которая была запрещена в нашей стране как экстремистская. Буквально недавно в 2012 году в нашем Новосибирске брали такую ячейку ФСБшники. И некоторые аналитики отмечают интересную такую связь, что сначала на территории России, там и Кавказа создавались вот эти вот школы Нурджулар, а потом они быстренько, как-то потихоньку, постепенно, раз-раз-раз, и довольно быстро переросли в исламистские радикальные структуры другого направления. Ну вот это так, отвлечение. Вот эти вот три вещи, наследие янычарского сознания в военной среде, потом все-таки кемалисты, якобы вне религиозные, но влияющие на всю политику и на, опять же, военная среда в кемалистах. И вот эта вот система философии, там очень сложная философия этого Саида Нурси, но она и последователи-нурсисты охватили, я вот так вот читал даже, что-то около до 30% во властных структурах Турции. И поэтому не мудрено, что товарищ наш Эрдоган составил вот такие списки, потому что идеологически проследить вот этих вот последователей можно. И вдруг объявлен самым главным виновником Гюлен, а Гюлен – это нурсист. Вот маленькое отвлечение. И теперь продолжайте вашу интересную, завяжавшуюся геополитическую дискуссию. Нет, ну я бы вот хотел, единственное, немножко добавить, то, что у них же, и я с чего начал, у них традиционные перевороты в Турции, так сказать, военные устраивают, да? И смотрите, какая... Вот, о чем я говорил, чисто идеологически. Да, да, да. И самое интересное, что все их перевороты, так сказать, да, это страна НАТО, собственно говоря, да? Они, во-первых, пошли все перевороты, как она пришла в НАТО. А, Павел, извини. Вот, спасибо, что ты мне напомнил, то, что я не договорил. А Эрдоган в своей политике и идеологии продвигает радикальный исламизм. Все верно. Вот. Он, вот этот радикальный исламизм, созвучен салафизму, который продвигают арабские страны, значит, но он несколько другой идеологической почвы, направленности. Да. Но радикальные... Они почему вместе там сотрудничают, не их там друг другу продают и так далее, они как бы вместе радикальный исламизм продвигают. Так вот эти вот просуфийские, тарикатские, орденские военные структуры, они этот радикальный исламизм отрицают. Они идут против него. Так вот. Вот на основе чего еще создавалась вот эта проблема. Смотрите, что происходит, так сказать, да, военные, каждый раз, меняя, так сказать, правительство, зачастую, так сказать, со смертельным исходом, да, ведь вот они там кого-то даже расстреливали, да, всегда они находят понимание в Америке. Американцы ни разу им не сказали, что вы, так сказать... Американцы взяли под контроль эти логические направления. Ну, вот, то есть, получается, так сказать, если чисто по, так сказать, вот логике событий, так сказать, да, что после чего, то тут невольно приходишь к мысли, так сказать, да, что на самом деле, так сказать, может быть, на самом деле американцы, так сказать, там тоже как-то используются. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- сближаться, да, и постепенно мы, постепенно, так сказать, практически их не осталось там. Они куда-то переехали, они сейчас в Лоскай-Раеве. Был лозунг у него, он его сначала реализовал ноль проблем с соседями. Он его провозгласил и какое-то время придерживал. Я скажу даже больше, он даже с курдами пытался у себя, внутри страны наладить какой-то диалог. Но, так называемая арабская весна, ему показалось окном возможности для реализации самых амбициозных своих устремлений. То есть, он вдруг подумал, что это возможность вернуться к былому величию. То есть, когда англосаксы расчленяли так грубо выразить, да, Османскую империю, это было одно. И вдруг он видит, что сейчас он может восстановить хотя бы влияние над чем-то контроль над частью Ирака, частью Сирии. То есть, это ему было интересно. Поэтому от политики ноль проблем с соседями, он отказался над этим. То есть, он сейчас источник проблем для Сирии, для Ирака. Я даже не знаю, что для кого. Может быть, только для Азербайджана он не является источником проблем. А так он для... сейчас попытка примириться с тем же Израилем. С момента, когда он флотилию свободы туда пытался провести, когда он заявил, что я следующий возглавлю караван судов лично, они сказали, возглавь, а мы утопим, невзирая ты лично возглавляю, еще кто-то еще, и он отказался от этой идеи. То есть, потому что, действительно, так бы и сделали. Поэтому от политики ноль проблем с соседями он отказался, но сейчас краткосрочное, в тактическом плане, видимо, вернется в какой-то степени. Ну, он пересорился со всеми. Ему, как у нас после Крымской войны, нужно было сосредотачиваться. Ему сейчас нужно будет сосредотачиваться, навести порядок у себя дома. Получится ли это еще вопрос? Вопрос. Это еще вопрос. Тут его личная натура, она вызывает вопросы, да, сможет ли он. Да, мне кажется, не только его, потому что сколько там сейчас, смотрите, сколько, так сказать... Он умудрился пересориться со всеми. Нет, и она сама... На сегодня Турция, так вот как-то и из-подваль, встала арендой, так сказать, вот этих вот глобальных, глобальной вот этой перекройки, так сказать, Ближнего Востока. Понимаете? Она попыталась там играть, как субъект, а превратилась в объект. Превратилась, да, да. Как главный игрок пыталась себя. Да, может в худшем для Турции развитии событий, она может сама стать полем для игры, но, опять же, затронули, я вот, может быть, не столько акцентирован на конспирологических каких-то моментах, что бы там не исповедовали, какие бы там ритуалы, но американцам было важно, и за эти ниточки они всегда дергали, и всегда над этим работали, чтобы в результате переворотов верность атлантизму, натовскому партнерству, сохранялась. И сейчас это та же цель. То есть, эти военные, удался бы у них в первую очередь, они были бы признаны в течение там считанных часов. Ну, они бы разназначены в крайней системе. Они для этого и выступают, потому что все-таки политика Эрдогана, радикального ислама, политического ислама, как более мягко выражается, она не разделяется, не только частью общества, которое общество пассивно сидит, не наблюдает, тоже там победит. Активная часть, она за Эрдоганом, и она выходит на улицы по мобилизационным каким-то сигналам установленным, и делает свое дело. А те, кто думает, что они как бы по другую сторону, да, Босфор, они европейцы, условно говоря, они более пассивны, менее, так, скажем... Пассионарны. Да, да, чем те, на кого опирается на менее образованные слои. Более религиозные слои, более националистические, согласен. И как можно более далекие от того, как бы мифы, который, в общем, называется европейскими ценностями. Какая-то часть Турции к этому готова, но эта часть Турции, она не готова ни рисковать собой, ни чем-то... То есть, почему? Военные не пытались вывести. С одной стороны, вывести можно было тех же, да, Гюлена сторонников, но это еще больше шаг в гражданской войне, полномасштабный. Она уже идет, но она на региональном уровне. Нет, я вот... Расколоть страну легко, да. На это не решились даже поучистые. То есть, вывести на улицы сторонников, да. Вот вы говорите, это в этом-то и проблема. Этот Сиси, так сказать, в Египте нашел в себе силы раздавить это все, а здесь военные не смогли эти вывышки. Ахицерское сословие Египта не было никем зачищено. Оно, как было, корпоративная солидарность сильна. Как были они со спецслужбами в одной связке, так и оставались. Поэтому демократически избранный брат мусульманин Мурсик был сметен военным. В том числе, они и идеологически в одной концепции и они против радикальных братьев-мусульман. Понимаете? Вот в чем. Мне это интересно, что военная прослойка она идет против радикального исламизма. Так ну, что это американские, ребятки. Не потому что, а потому что там, я думаю, более думающие и грамотные люди. Но это люди получали образование в военных академиях, военных колледжах в США и НАТО. Они чуть шире... С фанатиками религиозными они однозначно в других плоскостях находятся. Приколе, там же еще есть вот эта внутринатовская, и эти люди там все задействованы непосредственно военные. Кстати, выводить их за скобки из процессов общественно-политических очень опасно. Это пример Ирака. Вот успех так называемого халифата заключенной организацией ИГИЛ связан с тем, что военная часть их деятельности она иракскими генералами, офицерами, которые были выброшены из жизни именно суннитами. Когда шиитское большинство пришло, к власти в Ираке благодаря американцам, они были выброшены из жизни, но люди учились в советских академиях, советских военных училищах, люди грамотные, образованные. Суннитское. Да, именно суннитское. Большинство в управлении. Оно было в управлении, а шиитское большинство населения пришло к власти сейчас. Пришло к власти и выбросило суннитов. Выбросило суннитов и не только их выбросило, но создало такой накал вражды вот этой межконфессиональной, когда, допустим, взяли игиловцы Масул, они за один день казнили 1600 человек. Это строго человек в человека. По количеству тех суннитов, которые были убиты шиитами, а убивали там просто, как этническая очистка, но в данном плане религиозная очистка. Они на батарейках, на аккумуляторах эти дрели, перфораторы, они там сверлили голову, вот просто женщины, ну просто что это сунниты. Зачищали так суннитские места компактного проживания. Естественно, этим протестом воспользовались выброшенные на обочину иракские военные, стали, они не религиозные фанатики, но это профессионалы своего дела, которые руководят операциями этих фанатиков. В этой ситуации я бы хотел дополнить, я еще вижу, как в этой связи растить, ИГИЛ появился вообще вот этот феномен, появился после пяти лет упорной работы вот таких заведений, как Абу Грейб, Гуантанамо, естественно. Вот, собственно, это школа ИГИЛ. Они просто, так сказать, просеивали, знаете, как самородки, искали и выбрали, конечно, там 80% оканчивали Академию не фронт, а 20% фестпоинт. Естественно, там дураков нет, но социальную базу, конечно, это не руками американцев, а руками тех, кому они эти руки развязали, расшатывая ситуацию между суннитами и шиитами. Это было самым страшным результатом. Восторжение, хаос, а дальше управляй, управляй. Это было внешне все-таки этот удар произведен, потому что Ирак это традиционно исторический суннитский центр. Я уже скажу, что не ИГИЛ, это абсолютно произведение целого и Пентагога. когда шииты пришли к власти и шиитам позволили заниматься этническими чистками среди суннитов. Вот это был однозначно первый удар. А теперь американцы как бы наоборот. А теперь пошел как бы наоборот. Обратный процесс против качнулся в другую сторону. Маятник качнулся и теперь Иран поддерживает силе, аловиты и все прошиитские структуры они как бы уже враг демократического мира. Понимаете, какой маятник? Раз туда и раз туда. Каким образом это вернемся все-таки к нашей теме Турции связано. Ведь в Турции тоже есть шииты. Прошиитские группировки там очень такие интересные. Там не курды. Курды они как бы Это язычники и зиды в целом. Мне кажется, у курдов смесь суннизма и язычества. Мне кажется, вот это уже такие детали не столь важные, по-моему. Пожалуйста, я просто этот маленький штришок скажу и он как бы на общей волне просто маленьким таким штришком. Там есть довольно плотное масса населения ближе к Сирии Оливий. Это прошиитское масса населения, имеющее свою определенную структуру религиозную. То есть они тоже входят в систему власти. Я думаю, вот эти чистки коснутся наверное и их. Потому что это анти эрдогановская структура однозначно. Маленький штришок и дальше продолжайте. Ну а дальше я что могу сказать буквально я вот собираюсь к нам на передачу когда увидел по телевизору такую вещь то ли министр на странах то ли вице-президент новый какой-то уже так сказать персонаж заявил дословно. Он говорит если американцы нам не выдадут Гюллена мы будем это рассматривать так сказать как акт как акт так сказать недружественный акт и в конце добавляет дословно приравненный к объявлению войны. Ну я слышал такое но еще там формулировки было что это страна которая скрывает преступника она ведет против нас скрытую войну но это больше для внутреннего миграции употребления это сейчас будет обыгрываться для своих сторонников но верность обязательствам по НАТО не подвергнется сомнениям потому что если им сейчас перекрыть грубо говоря кислород по военно-промышленному комплексу то Турция останется с тем что есть как быть а насколько все это зыбко да мы знаем какие вкачивались деньги в ту же иракскую армию американцами как их пытались вооружить и к чему это все все равно привело что они противостоять не смогли халифатчикам так и Турции нельзя с этой иглы слазить военно-технического кое-что они по лицензии производят сами даже довольно технологичные вещи как противотанковые ракеты они производят по лицензии полностью обеспечить свои потребности отказавшиеся сотрудничества по линии НАТО они не смогут они сразу в военном потенциале рухнут поэтому так или иначе будут громкие заявления будут бряться чем то есть в отношениях с американцами но в ключевых вопросах они останутся союзниками конечно американцам удобнее было бы работать с победившей хунтой чем с Эрдоганом гораздо удобнее Эрдоган реально не управляем реально самостоятельно когда в 2003 году американцы начинали вторжение в Ирак Турция открыто не только не поддержала она даже запретила использовать базу для ударов по Ираку то есть он совершенно самостоятельно в этом плане поэтому им были бы удобны генералы которые по несколько лет минимум каждый провели только обучаясь в США и сложившись какие-то системы отношений у них очень тесные плотные они десятилетиями но тут есть еще один аспект прошу прощения американцы ситуация какая у американцев у самих ситуация положение начинает потихоньку видоизменяться во всех аспектах начиная от их долга огромного кончая даже низами американскими они не могут найти управы на самые низшие слои общества так сказать я думаю право они найдут каким путем у них достаточно прочно ресурсов хватает единственное что победит ли две тенденции какая из них если Клинтон олицетворяет продолжение глобальной такой политики то Трамп зациклен на внутренних проблемах верните Америку американцам но больше конечно шансов Клинтон за ней за Трампа шансов нет не будем гадать в любом случае Турция на южном фланге это номер один армия номер один союзник номер один то есть Асада они будут добивать так Асада если Клинтон однозначно будут добивать потому что это однозначно а скорее всего так и будет они будут продолжать да ну как бы Эрдоган не встал и Турция тоже Турция не выйдет из процесса войны встанет в Сирии в какой форме останутся участие может сократиться потому что объективно армия будет сейчас ослаблена армия будет ослаблена она будет ослаблена и с прежним накалом воевать в Сирии своими руками станет проблематично да поддержать туркоманов на границе с Турцией поддержать группировки которые официально считаются те которые считаются так называемой умеренной оппозицией это все будет но прямую участвовать как они это практиковали и в Ираке и в Сирии станет затруднительно но в рамках концепции управляемого хаоса мне кажется на сегодня американцы готовы будут пойти на то чтобы дезорганизовать Турцию оставив себе только Инджерлик по большому счету еще может быть портовые проливы и контроль над проливами это нельзя в чем значение Турции стратегическое это контроль над проливами поэтому они это упустить не могут позволить себе потерять контроль над проливами которые собственно соединяют Черное море с остальным миром Средиземным и далее Атлантика этого позволить себе нельзя тогда надо сносить Эрдогана опять противоречия сплошные Эрдоган не вечен во всех отношениях У американцев нет времени понимаете у них нет времени они не могут даже боевой потенциал на сегодня вы знаете когда спортсмен готовится к соревнованиям он находится в самом форме своей он не может эту форму вечно держать в очень время у них осень выборы президента нынешней уходящей администрации нужно просто какой-то успех обозначить остальные могут опять садиться за стол и играть в долгую они могут рассчитывать на два срока в лучшем случае для себя и поэтому могут выстраивать уже непростые одно-двух ходовые комбинации на сегодня да Обаме был нужен какой-то успех то что можно предъявить людям и за что не будут его пинать и плевать конкуренты республиканцы пока нет поэтому Керри приезжает задумчиво о чем-то пытается что-то какую-то координацию так сказать изобразить чтобы что-то обозначить а пока определить нечего то есть взятие получше это не привело каким-то не привело каким-то пиаровским успехам в борьбе с полифаном если бы был успешный путь выполнен то это было бы на руки Америки и они бы быстрее бы свои цели в Сирии обозначили нашли бы как заэктоимить Иртагана он бы оказался чуть ли не как сиамский близнец плоти плоти Игил он бы уже не оказался похоронен естественно пусть его успех с физическими устранениями Иртагана был связан а свернутый Иртаган означало бы что на него можно было повесить много-много собак провалов там было на что повесить так вот ввиду того что у них времени нет вот эта теория доктрины управляемого хаоса последние последние 5-7 лет сейчас она буксует не так как они хотят вот в чем дело поэтому сейчас они начинают если раньше раздавали карты образно то сейчас они начинают компульсивно от ситуации вот так надо делать вот так вот так будем делать вот так их доктрина она начинает рушиться они уже не управляют ситуацией вот в чем дело и вот это самое страшное потому что когда огромные здоровые Если спортсмен начинает впадать в маразм, терять координацию, ориентацию, это очень опасно для окружающих. Вот в чем дело. Поэтому вот тут, мне кажется, основа всего, что мы сегодня видим. Понимаете? Будем маленько сворачивать. Мне интересно просто в этом плане я понял так, что несмотря на то, что произошло в Турции, она из системы Атлантического блока не выйдет никаким образом. Она очень многим зависит. То есть все эти внешние оформления рассорившегося Эрдогана с Америкой, это просто внешние оформления на свою публику, для сплачиваемого населения и так далее. Мне в этом отношении интересно, как поведет при этом наша страна в этом отношении. Кстати, да, еще вот я добавлю к вашему прошиванию. Вот Столтенберг вчера буквально сказал, где всех НАТО, да? У него по Турции одна только, да? Мы надеемся на, так сказать, натовское ее участие. Он только об этом боится, понимаете? Вот в чем дело, так сказать. И я вообще думаю, что на самом деле, так сказать, да, вот эти события в Турции, это на самом деле, да, это огород в камень НАТО, в огород НАТО. Потому что и в других странах начинают возникать такие вопросы. Вот что, в Америке даже уже поднимают вопрос, типа, да, а есть ли какая-нибудь сумасшедшая Эрдоган нападет на кого-нибудь, а надо ли нам пятую статью, так сказать, в действие устало, да? Да, 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 применять, понимаете? Так и другие сейчас начнут говорить. Немцы уже в открытую говорят, так сказать, да, там раскололось общество напополам уже, так сказать, да? С чего я и говорил, что произошедшие события, они будут перехонать все. Так они-то торопятся, они смотрят, если завтра НАТО развалится, так сказать, то им вообще, не оконом вообще будут кранты тогда. Поэтому вот я о чем говорю-то. И они начинают немножко ситуацию, так сказать, ускорять, потому что они понимают. Какова позиция России при этом должна быть правильная? Как вы думаете? Ну, я думаю, тут слова применимы про развитие событий. Про одного персонажа говорил, известный наш государственный дитяк, оба хуже, да? Так и тут, оба варианта плохие, потому что они с нашими интересами мало, не сочетаются, никак не сочетаются, да. И единственное, что какой-то более предсказуемый режим, более стабильный мог бы быть, конечно, может быть и при генералах, да, при победившей хунте, он бы мог быть более, потому что... В первый момент у меня была симпатия на их стороне. Это в плане стабильности, даже противник или враг, да, он предпочитает тот, от которого знаешь, что ожидать. От такого друга, в кавычках, как Эрдоган, не знаешь, что ожидать. Никто не знает, то есть, что от него ожидать. Поэтому любые попытки сейчас говорить, что мы возобновим там южный поток, там еще все... Это все пока так. Это все утопие. Это пока ни о чем, потому что он ситуативно вынужден менять риторику, вынужден сейчас ехать, о чем-то говорить, потому что он сейчас не то, чтобы, как говорят, можно опираться на штыки, сидеть на них нельзя, но ему даже опираться сейчас трудно. Ему нужно демонстрировать, что его поддерживают американцы, поддерживает Россия, поддерживает Евросоюз, который он там шантажировал, от которого он издевался с теми беженцами и так далее. Но он лавировать и клять вынужден. И серьезно на него рассчитывать, как на какого-то серьезного партнера, не приходится. На его надежность, на его порядочность я бы не надеялся. И не думаю, что те, кто принимает решение, надеются на его, так сказать, исказуемость. Мы об этом говорим для того, чтобы примерно следить для последующей политики и дипломатии нашей, и посмотреть, и примерно понимать, что там, какая логика в этом присутствует. Я думаю, спасибо всем за разговор. Мне было интересно. Может, кому-то будет интересно тоже. Спасибо вам.